здравствуйте дорогие друзья как я и обещал сегодня утром в анонсменте значит мы движемся с натальей quick в аэропорт сан-франциско и где-нибудь там через часок глядишь и винник нам подойдет и я сказал наташа наташ скажи здрасте что все здравствуйте здравствуйте она здесь она здесь я не обманываю я как бы даю слово я заставку значит и я сказал давай мы будем записывать какой-нибудь сюжет и наташа говорит ну давай раз мы уже едем встречать винни то мы тогда вот где-то в рамках вот как бы в русле вот этого я говорю ну хорошо вот наташ я помню если я правильно понял вот тот разговор что когда ты работала в баре то тебя лет в тридцать оттуда списали по возрасту тип ты уже как бы старовато позиции нет нет это не так бы нет конечно не так меня не полностью списали а просто бар купил новый хозяин так сначала бар был от завода и мы работали а вот завода а потом все эти заводские лавочки так скажем прикрылись начали начались собственники собственные идти приватизация и в общем просто один молодой человек купил весь этот бар и он в принципе уволил не только меня всех вот то есть новая метла по новому я понял я понял значит что мы все на улице ну значит просто разговоры какие-то там слышала девчонки там беседовали что вот 25 лет старая там что-то такое дело в том что даже когда я работала мне было 30 лет мы уже считали себя старыми в любом случае работала вы сами себя считали они вас считали не именно сами себя потому что мы всегда сравнивали себя 20-летними с 18-летним 40 лет уже вообще казалось закат уже такой жизни 30 и уже считали себя вроде как никуда не пойдешь какие-то тусовки бар не пойдешь такие ресторанчики какие-то ходили а так понятно ну что же рассчиталось давай мы уйдем от суровой реальности ярославской области там 15-летней давности и вернемся вот к американской к флори к флориде в частности да значит вы познакомились с винни уже во флориде да да мы познакомились с ним в 2008 году 2008 год хорошо значит всем 7 лет назад хорошо вы с ним познакомились тебе был сороковник кстати уже будучи в америке уже это был как бы не первый твой год в америке ты уже было лет пять или шесть стране и более-менее понимала где ты находишься да в этот момент ты не считала себя что у тебя уже закат и что вообще ты списанные какой-то утиль там ушла из большого секса там и так далее вот не было так таких вот ощущений ой ты знаешь миша что правда это то что в америке нет возраста так ты его не чувствуешь ты его не знаешь ты знаешь сколько тебе лет по паспорту по правам в принципе вот так по каким-то чувствам его нет просто этого возраста но его не существует тебе никто не показывает это правда не то что даже не показывает естественно не показывает но дело в том что нет границ что допустим я помню в россии если молодые парни они ни за что не будут общаться на 20 лет старше с женщинами как-то уважительно с ними разговаривать то здесь нет я вот в классе в том же классе сейчас да у нас кто-то 20 кому-то 20 лет кому-то даже 17 кому-то 34 мы разговариваем вообще просто на равнах нет такого что вот они от меня отстранились и говорят но они все-таки соотечественники это хотя и они тоже русские понимаешь а вот но живут в америке может из-за этого но я работала и в этом банке понимаешь и у меня были коллеги намного младше меня и были и кому 24 были 32 то есть мы все вместе ходили на какие-то партии также все вместе танцевали и если я шла по полу допустим да если меня коллега увидел 24 года ему он кричал через весь мол наталья привет обнимал меня то есть нет такого что там она старая не пойду я к ней даже и позориться ну то есть в россии именно так было вот я не знаю может быть сейчас по-другому как-то опять же да ну ты можешь с тем что я помню да с тем что было да вот поэтому возраст я не чувствовала уже когда приехала в америку в 34 думала что старая сейчас мне 47 я думаю что моя жизнь настолько хороша и настолько она еще только началась вот ты понимаешь даже вот нисколько не лукавляя нисколько там не говорят что вот хорохолись как говорится да вообще меч ты понимаешь вот я себя вот я сейчас еду встречать мужа я еду на крыльях ну конечно ты меня везешь я еду на крыльях я чувствую себя какой-то вот невестой какой-то я не знаю молодой сейчас ко мне приеду и жених у меня нет такого в голове что вот ему 57 лет а мне 47 уже но вот ты фактически переживаешь сейчас какое-то такое чувство романтическое которого ты не пережила раньше так получил никогда и над я такого не пережила вообще вини это самое лучшее что со мной случилось во всей жизни я так я уточню все-таки своего первого мужа ты ждала его из армии молоденькой девчонкой было но ты же его ждала это тоже романтическое такое я жду даже него из армии вот он был жених или он просто был как спасибо через техникуме вместе у меня на год был старше потом он ушел в армию но как-то там немножко в армии он когда был вот в этот момент когда он в армии ты их ты ждущая его будущая невеста или кто-то ему в этот момент знаешь получилось так что я его не провожала но я его встретила из армии вот так получилось то есть мы вроде встречались потом расстались потом я понял то есть пока он был в армии у тебя не было статуса что ты дожидаешься его из армии или как-то месяца через три через четыре он начал писать и вроде как я тебя люблю иначе в принципе это не суть но то есть ты не не гулял с другими одни ждала я ждала его и когда он пришел из армии мы решили пожениться но ничего хорошего из этого не подойдет окно было романтическое чувство пусть недолго но как я не знаю свадьба белое платье знаешь вот тогда самое романтическое было чувство у меня пока я его ждала из армии понимаешь вот к сожалению к сожалению самое романтическое чувство было в письмо когда он пришел вроде как ему и погулять хочется и вроде туда сюда и как-то вроде и жениться вроде обещал я не знаю но в общем он погулял потом вернулся и мы как-то поженились без ума без я не знаю то есть получать так с ним было хорошо когда его не было рядом а свиньи хорошо когда он есть в общем тот первый брак я даже честно вспоминать не хочу потому что прожили мы по моему года 3 из которых там но почти все время было неважно ужасно было такой вопрос вот девчонки твои ровесницы из техникума но пробить даже много девочек знала у них тоже вот такие дурные браки в основном или в основном это хорошие крепкие семьи там так как как вот сложилось ты знаешь у меня есть пара вот знакомая да они живут сколько 47 но они живут 0-30 вместе да там то есть даже давали хорошее это единственная пара которую я знаю в основном какая-то мода пошла наверное я не знаю на разводы а деньги дети есть и разводятся потом одна девочка у меня есть вообще народила от женатого мужчины который не признает ребенка да как-то там вот все это такое бесценности нет ценностей главное что вот хорошо тебе на сегодняшний день и ладно то есть есть у меня там без заглядывания не заглядывания в будущее очень многие подруги гуляет там с женатыми причем к сожалению меньше к сожалению там не даже выбор понимаешь нет выбора потому что если тебе за 40 ты ищешь мужчину и мужчина вдруг одинок в таком возрасте то сразу что-то с ним не так если он не вдовец вот это значит с ним что-то не так это на самом деле так слушай а вот обрасти а здесь в америке допустим мужчина одинок он может быть и 40 никто никогда не пробовать уже нормально что-то не так слушай-ка есть такое что вот мальчики которых ты знал высоки 47 лет это конечно не не средняя продолжительность жизни для мужиков она побольше тем не менее вот из тех мальчиков которых ты знала по технику по школе по жизни по двору есть такие которых уже как бы среди нас нет как бы умерли погибли что-то случилось да миша есть есть я думаю что пара человек в нем сейчас не очень помню вот один из техников знаю а другой знаешь но они умерли так скажем по одной причине это было в молодые годы или это было уже ближе кто один повесился то есть какая-то белая горячка я не знаю что сделать но к сожалению вот я знаю вот такие два случая потому знаю хорошо то есть нет не то чтобы там в пятидесяти уже там люди жизни уходит нет вообще я вообще-то вот сейчас думаю что все-таки лучше чем когда-то я была в россии лучше как-то люди я не знаю может задумались они сравнивают свою жизнь с тем как живут люди за рубежом потому что раньше же никто никуда не выезжал сравнивать было не с чем и как говорится лучше ничего как мы говорим слаще морковки ничего не ели и вроде как так и должно быть когда люди стали выезжать за границу стали видеть как живут так скажем соседи то им тоже захотелось жить также и я думаю потому что ко мне когда приезжает пара моя пенска но их не утащишь в америку жить они очень хорошо живут саша заниматься стройкой дальше хочу разумеет что не было так раньше когда я жила сейчас меньше пить как бы стали до 2000 года так скажем было как-то вот хорошо задач давай мы к романтизму и женщине там после 40 вот меня как-то в этом смысле подталкивает вот то тот разговор который у нас был с волей группа потому что у нее такая линия проходила очень похожа на то что ты сказал однако что если ты живешь в россии женщина живет в россии там 40 и за 40 но у него практически нет шансов выйти замуж значит вот в америке с этим как вот и считаешь что эта женщина ей там 40 то она здесь скорее выйдет замуж чем допустим там у себя дома понимаешь лишь я то что я сейчас скажу я скажу только на своем примере естественно понимаешь потому что я сейчас скажу что любой женщина за 40 здесь выйти замуж очень легко то кажется это наверняка неправдный потому что все равно зависит от того какая-то женщина правильно не чем нормальный да и зависит очень много факторов когда я заиграет а вот не будем упрощать конечно я по крайней мере на своем опыте я знаю что все что я сделала в этой жизни с первого шага когда я начала думать о том что мне что-то нужно изменить все что я сделала своей жизни я сделала я думаю все-таки правильно хотя я очень много раз сомневалась своих шагах я очень много раз задумывалась я помню ты же не чертали это делать и скандальное такое видео написала у тебя критиковали вот сама поехала говорит что вот если если бы я заново сейчас с нуля и начинал этот путь я бы наверно никуда не поехала скажу сказал я сказала что в таком возрасте как я сейчас я бы уже не смогла это пережить ну что что я пережила в 34 там все это перемену все равно перемена жизненно уже 34 это такой расцвет вообще жить не начинал еще такой кайф я не помню что я говорила да да не важно немножко перебил но дело в том что и как я сказала я на своем примере что я не делала по всей жизни я сделала я считаю правильно потому что со мной произошло чудо чудо в виде моего мужа мини чудо то что мой сын как тебе сказать он учится в престижном колледже его ждет очень яркое будущее это не может не радовать потому что сама первая цель уехать оттуда было это мой сын эта цель у меня сбылась и сейчас сбылась даже не цель это мечта о которой я и не могла мечтать что у меня вот такой вот именно муж добрый как ребенок красивый как обменить греческий бог так скажем для меня он очень вот там рядом итальянец вот и скульптур тот который понимаешь у меня от женщины пишут как-то могла мужа оставить вот если и водка однажды я оставила своего мужа там на месяц я ему звонила телефон и обрывала внутренними я помню что виднее или кого нет женщинами она написала как ты могла оставить мужа однажды я своего мужа ставила на на зелуах но она мне она оставила мужа на месяц и она просто каждый день обрывала телефон и проверяло что он делать но дело в том что мне даже обрывать телефоны не нужно вене обрывать телефоны и проверяет не то что проверяет на спрашивает какие не как я себя чувствую то есть действительно вот о таком я никогда мечтать не могла я вот со стороны смотрю видишь как он мне часто звонит и по скайпу я его мало вижу хотя иногда вот он там тебя там где-то я тебя вижу я тебя вижу это такое сюсю мусю значит там с обеих сторон и они такие знаешь наташа вы прям как такие 18 лет еще что что-то мне очень интересно что мы с ним вместе уже почти восемь лет но чувства у нас такие как будто мы встретили с ним месяца 4 назад то есть вот это вот меня все время очень сильно удивляет потому что никогда в жизни мы и такого не было знаешь обычно то что что я вижу люди встречаются через год это превращается может через два бытовуху и все и начинается обычные будни вене у меня может позвонить там в течение дня и сказать там я по тебе так скучаю давай сейчас приеду мы поедем с тобой на обед я просто хочу тебя видеть там да и допустим он подъедет ко мне в банк и мы с ним едем хотя бы на полчаса но мы едем с ним на обед там где-то покушаем быстренько но вот это вот я просто не могла поверить в это думаю наверно это когда-то пройдет наверно но не проходит если у вас у обоих есть в этом потребность а это я очевидно совершенно она может сколько у сколько год надолго так быть я тебе скажу что мы со светкой уже 40 лет в этом году будет как женаты и и мы как как бы один организм мы срослись в один организм и да и у меня такое ощущение что я на нее смотрю и я вижу ее вот такой же как она была в 19 лет так и должно быть я не я другого не вижу ничего поэтому конечно как бы мы же к сожалению мы и свиньи не встретились там до в молодости как вы но мы как говорится стареем вместе и мы не можем видеть по-другому друг друга мы видим таких именно как как мы встретились правильно вот я например вот если вы вы встретились вам было по 18 лет вы к изо дня в день видите друг друга как говорится принимаете старости за дня день вместе и вы видите ту же самую картину что вы встретились это так и нормально так и нормально но ты знаешь что я тебе скажу что вот то что он видит тебя отпустил и даже как-то был за то чтобы ты поехала вот например света бы она вопрос со мной бы поехала но она она не могла бы вот это перенести я не знаю как бы я перенес это нужно было там три месяца где-то быть без нее я я бы очень страдал потому что как бы органическая часть оторвана вот как бы без без руки как вот но она вопрос не ой миша не позволил такой ситуации создаст в который вы могли бы там больше чем там пару дней быть это миша ты месяц чувствуешь в месяц ты месяц делаешь чувствовать себя вне бонии разные люди разные пары он мне уже сказал раз больше никогда в жизни ты от меня ни на день не уедешь он уже все get enough и я тоже но я хочу тебе сказать вот именно эта разлука она нам еще больше помогла прочувствовать и понять насколько мы не можем друг без друга настолько вот я сейчас еду я у меня такое ощущение что его год не видела я его буду стесняться ты понимаешь я уже вчера на видео сказала я просто буду стесняться потому что я тут мне кажется немножко залива я не знаю я вот сниму вас два стесняйте ничего это пройдет быстро да я живите знаешь ты же видишь я и люди не видят данные же накрасила я уже встречаю суши а вот вы уже план есть какой-то на эти три дня план то есть вы знаете чтобы завтра у нас есть план допустим завтра у нас пятница у нас есть план прийти к вам в школу я хочу показать учителей но это 20 минут но дело в том что я даже я хотя сказал учителям что я приду а вот сама подумала а вдруг у нас времени на это даже и не хватит потому что будет всего два дня пятница полная суббота а воскресенье уже когда 10 вечера но слушай считается один я ничего не говорю 8 вечера поедете в аэропорт и все то есть вас целый день встаньте пораньше еще вообще а в самолете поспит знаешь планировать вообще что-то тяжелого всего два дня у нас вот есть план суббота правильно вы можете знать что за воскресенье а я на пятницу нам даже не нужен план как получится так и получится вы можете просто что сделать если захотите вы можете в пятницу вечером приехать к нам туда мы обычно в пятницу вечером выезжаем на дачу поэтому можете у нас там за ночевать но может быть вам удобнее или там субботу в субботу утром давайте хорошо с воду только не поздно уже трафик начинается там после 10 уже сложные народа много сейчас же лет и сезон люди едут на океану даже если мы вообще никуда не пойдем в пятницу только вот или слушай а вот я знаю какие слова по-русски знает какие а вот сегодня встретишь спроси его он тебе скажет если он он обычно когда волнуется правда у него все убивает у меня была женщина одна нет я извиняюсь муж муж американец и он такой хороший дядька добрый так вот чем-то он может этого в виде напоминает он такой семейственный добрый ласковый и он вот значит приходит резюме делать это давно было и значит имел у него в резюме знаешь как в резюме я так пробегаюсь там редактирую смотрю у него имел странный но потом типа там жопа это я куда-то да я ему я знаю что жена русская я ему говорю а ты знаешь что это за слово такое а то есть он не русский боги конечно да и он знаешь так у него глаза так потеплели и он заулыбался он весь растаял и он стал вот сама нежность такая и он сказал меня жена так называем сказал так вот да может быть она из самых лучших чувств я не знаю я тоже не знаю нет меня ведь не называют малышка а я его называем малыш прям по-русски да он может искать я мвм миссии малышка да ты можешь видишь а я еще малыш я так классно хай видишь а минюшонок медвежонок но у тебя обращение был нет он не но хочется ему ты знаешь наверно хочется потому что у нас очень много друзей кто нас приглашает ждут и у нас уже целое турне как бы подготовлено если мы поедем но когда мы выберемся целом по россии или по ярославской области ждут в туле нас ждут в риге нас ждут стан петербурге и естественно в рыбинске есть в туре ты у вас чего автор ли у нас у моей подруги самой любимой мне брат у него там гостиничный центр у него там баня отель всякие эти шашлычные и у нас приглашает приезжайте к нам мы вам устроим но он как брат и она мне как сестра у меня как брат только мне приятники тульский да он ко мне приезжал тоже пару раз и в общем вини тоже очень любит кости его звать в туле у него такой ресторан называется царь царь друзья кто из вас будет в туле идите в ресторан царь или скажите что вас прислала подальше наташа квик найдите кость которая до сказала что костя обещал 30 процентов диска нет такое я не говорила но кости очень классный он там их двое два человека которые как бы владеет этим очень большой центр такой вене очень хочет туда попасть он нам среди по skype показывает у него там четыре зала и все танцуют когда мы идем на местные до вместе у нас мы уже подъехали до боже я переживала что мы говорите думали это полчаса езды без трафика значит на месте к термину значит вот мы сейчас туда подъедем вы друзья видите красиво как мы заезжаем ночью аэропорт сан-франциско такой аэропорт клевенький как я хочу сказать миша приближается минуты минуты я как-то ехал по хайвэю ночью знаешь что вот не сейчас не как сейчас поздно вечером таки до ночи вообще никого не было на дороге тоже кого-то встречал и у меня такой даже знаешь стишок родился такой ночной хайвэй как негр черный и умный как еврей ученый вот но я вот не зачитываю в силу не политкорректности этого н ворда но по-русски как бы вроде так так говорят так что-то там типа пробочки образовалась ты смотри может быть там кого-то встречают большого начальника не знаю у нас сейчас будет конкуренция за место едет начальник из флориды да ты знаешь что мы всегда паркуемся на верхнем этаже да да вот hourly parking сейчас такие пенопластовые болванки висят видеть это не пенопластные болванки тебе большое могу сдать на карту голове есть машина большая спасибо тебе большое за то что ты все-таки знаешь взял вот это время все-таки так поздно да ты чё прикольно мы с тобой видео пишем я сейчас еще запишу трогательный момент что ж не обязана видео нет ну фану столько вот почему но это же в удовольствие все в охотку на чём же мы я сейчас вообще редко встречаю кого-то потому что у меня сил нет и времени не но виние раз лучше специально ну так поэтому что вот так я еду я обычно просто посылаю кого-то и все а так мы сами потом мы с ним не виделись никогда нет но мы с ним в скайпе тогда разговаривали да так вот он у меня доверяет он говорит там наташенька присмотреть говорит я с мишей буду разговаривать так берем билетик их и едем прямо вот слушай а он во сколько вылетел по тамошнему времени потому что у него на три часа вперед ну да в четыре часа по тамошнем он вылетел и по-нашему в час зачем прилететь сюда в 10 по нашему соответственно там будет час в это время у нас delta какой у нас airline какой delta delta dl подожди дел вот смотри тут написано и бисе смотри нет ли где дэл ты есть дэл да это си дэл то это си едем сюда и налево delta 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 это в наших силах так встретить если надо самолет я обычно стараюсь запарковаться поближе смотри как до парковку а здесь шикарная хочу вам сказать назвав в орландо так и не припарковать я тебя не правы там нет места места не ну наверно к вам все летят а у нас хорошо наталья давай так мы заканчиваем предварительную часть нашего этого разговора потому что я переключаю сейчас на другую камеру это гоупрома и оставил в машине с собой брать не будем вот а возьмем с собой большую камеру хорошую и будем с ней снимать спасибо вам друзья что были с нами что ехали с нами и слушали нас до новых встреч до свидания